Итак, возвращаемся снова на Рутюб. Снова на Рутюб, и здесь у нас видео, да, опять же, повторяем процедуру, нажимаем на кнопочку, значок HTML, появляется код плеера, а под кодом плеера есть строчка «Настроить параметры плеера» под цифрой 3. Нажимаем на эту опцию, и у нас появляются дополнительные настройки. В дополнительных настройках, смотрим левый слайд, левый скриншот, у нас следующее. Значит, смотрите, дополнительные настройки, размер 720 пикселей в ширину, 405 в высоту. Как вы знаете, в шаблоне об Inspiration полезное поле для текста у нас 640 пикселей, 640 пикселей, поэтому вместо 720 пишем 640. Высота поменяется автоматически, то есть оно масштабируется. Дальше, второй параметр – основной цвет. И стоит галочка «Использовать стандартный цвет». Если мы эту галочку уберем, то у нас будет возможность выбрать другой цвет. По умолчанию он у нас синий. Ну, в чем заключается цвет плеера? Это панель управления, там «Play», вот эти кнопочки «Play», «Остановить», «Ползунок», который идет, показывает, да, на какой минуте видео и так далее. То есть не сам весь плеер будет голубой, да, а вот эти вспомогательные кнопочки. Так вот, этот цвет можно тоже поменять. Дальше, под цифрой 3 – начать воспроизведение «С» и указать время. Это, кстати, интересная фишка, я ее нигде не видела. Значит, если мы ставим здесь галочку, то с правой стороны, где вот 00 написано, мы прописываем в секундах, с какого момента видео должно начать играть, да, производить. То есть когда мы нажимаем «Play», не с самого начала, а именно с какой секунды, именно в секундах здесь указывается. Четвертое – показывать заголовок ролика. То есть у нас на плеере сверху показывается заголовок. И также сверху под заголовком показывается имя автора. Тоже вы можете решить, показывать или не показывать. Итак, с правой стороны у нас настроенный плеер. Посмотрите, вот слева скриншот мы сейчас разобрали, да, и с правой стороны я все изменила. Итак, размер 640, 360 у нас стал автоматически. Дальше я убрала галочку «Использовать стандартный цвет» и выбрала красный. Поставила галочку «Начать воспроизведение с 20 секунды». Дальше убрала галочку «Показывать заголовок ролика» и «Показать ролик автора». Все вот эти настройки, что вот я сделала, добавились к коду. То есть код наверху у нас изменяется в зависимости от того, что я меняю в этих настройках. Ставлю галочку или убираю. Соответственно, код изменился. И теперь нужно скопировать новый код. То, что вот наверху, да. Копируем код и повторяем процедуру. Заходим в админку блога, открываем запись. Добавляем новую или редактируем старую. Переходим во вкладку «Текст» и вставляем новый код, который мы сделали плеера. Нажимаем «Сохранить» и смотрим, что у нас получилось. Получилось у нас следующее. Смотрите, плеер стал ровненько, да, то есть он у нас теперь не налезает на боковую колонку. И все элементы на плеере, видите, красного цвета. А теперь посмотрите внимательно. Индикатор внизу, который показывает минуты, да, ну, время проигрывания. Посмотрите, где он находится на 20-й секунде. То есть не с самого начала. И если я нажму на «Плей», то именно с этого места, где вот показан индикатор, начнется проигрывание ролика. Не с самого начала. Также наверху, посмотрите, на панели нету названия ролика и нет имени. То есть мы тоже его убрали. Ну, для примера, вы наверняка уже не помните, как выглядел предыдущий. Давайте я покажу. Итак, 43-й, вот, смотрите, да, то есть сверху у нас идет заголовок, дальше от «Мое имя» и все такое голубенькое, да, и налезает на боковую колонку. Мы изменили и сделали его вот таким. Видно, да? Хорошо, идем дальше. Но это еще не все. Продолжение следует...